6 мая 2012 года. Спецоперация по насильственному удержанию власти в руках путинской организованной преступной группировки вступает в завершающую стадию. Кремлю вновь удалось раздробить протест на две части. Более радикальные граждане идут на Манежную площадь. Сторонники разрешенного протеста собираются идти с Калужской площади на Болотную. Путинисты издеваются, лягушки квакают на власть с болотной кочки. При этом перекрыт весь центр Москвы под предлогом праздничных мероприятий. Столица фактически оккупирована ОМОНом, а все происходящее напоминает приход к власти фашистской хунты. Если бы 9 мая не было военного парада, власть бы его придумала. Ежегодно Кремль бряцает оружием, невзирая на убогую репутацию армии. А 6 мая сам Путин велел репетировать парад, перекрыв центр Москвы с самого утра. Вот и поползли по Первопрестольной то ли единицы бронетехники, то ли стальные памперсы нашего национального чмо. От Калужской до Болотной где-то 2 километра. Протестующие фактически сами загоняют себя в тупик, контролируемый властью. Оттуда власть их уже не выпустит, потому что все перекрыто. Правда, лидер левого фронта Сергей Удальцов уверяет, что здесь можно будет протестовать сколько угодно и даже поставить палатки. Здравствуйте, уважаемая жопа. Телеканал Политвестник интересуется. Скажите, пожалуйста, а когда наступит жопа самой власти? Ну, я думаю, что рано или поздно наступит. Что же делать? Хотя, конечно, может им в жопе как раз хорошо. Тут есть разные существа, а некоторые в жопах живут. Понятно. А что вывело вас сюда, на Калужскую площадь? Ну, я хожу на все митинги, по крайней мере, стараюсь. Делаю разные штуки смешные. Вот сегодня я в образе жопы. Над протестную толпою гордо реет морда книга. Однажды Путин спросил, а где координационный центр у протестующих? Ему ответили, да прямо в фейсбуке. Это что, Цукерберг? Удивился Путин. Как бы власть не противилась приезду регионов в Москву, тем не менее, многим удалось сюда прорваться. Здравствуйте. Вы приехали из Рязани? Мы приехали из Рязани, да. А что вас привело сюда? Да, Путин надоел, во-первых, да. Воровство, вранье его и его команды. Вот. Потом без прецедента и фальсификации на выборах. У нас в Рязани это было просто в массовом масштабе. То есть на поверхности то, что мы отследили, у нас реально есть доказательства, протоколы переписанные, да. Вот. Шесть тысяч голосов по городу в виде переписанных протоколов от Прохорова переписали Путину. Вот. Рязань возмущена, так сказать, ну, те, кто следит за ситуацией политической. Многие просто не знают жителей, потому что информационная блокада и ложь по телевизору и так далее. Вот. Собственно, это нас и привело сюда. Мы давно следим за ситуацией. А если не Путин, то кто? То я, например. Ну, это полушутка. С другой стороны, как бы, есть много-много людей, которые могут быть... Если не Путин, то кот, если вы помните, да, такой лозунг. Вот. Тут и Леша Навальный есть, так сказать, там, и, допустим, Володя Рыжков, и Удальцов и так далее, так сказать, там вот есть... То есть кандидатур хватает? Конечно, хватает, да. Вот. И потом, ну, достаточно, да, больше на эту тему. Вы считаете, что после этого митинга Путин дрогнет и уйдет? Не знаю, сколько сегодня людей придет. Это вопрос. Люди, как бы, оценивают пессимистично, что, может быть, тысяч двадцать. Вот если придет тысяч сто двадцать, это будет немножечко другой разговор, да? А когда нас выйдет полмиллиона, а такое, видимо, случится, и, может быть, достаточно скоро, тогда, я думаю, уйдет. То есть мы его заставим уйти, скажем так. Скажите, пожалуйста, это вы из Воронежа приехали? Да. А что вас привело сюда, на Калужскую площадь? Желание поддержать протестное настроение. Вы не любите Путина? Ну, лично Путину я безразлично отношусь. К установившемуся режиму отношусь очень отрицательно. А почему? Ну, во-первых, мне разбили автомобиль, потому что я собирался сюда ехать. Мне стекло разбили. А кто? Я подозреваю, что сотрудники центра, и, ну, конечно, лично никого не поймали. Потом у меня отняли паспорт в автобусе, когда я сюда ехал. Вот. Мне трудно объяснить, какая была еще необходимость. Мой паспорт назвали поддельным. Вот. А он был неподдельный? Конечно, неподдельный. Зачем же мне поддельный? Зачем же мне собственный поддельный паспорт? Значит, какой смысл собственный? Если бы там было написано не Хабаров, наверное, да, может быть, я подделал бы. Но поскольку там была моя фамилия, то, конечно, был нормальный паспорт. Ну, если там говорить о каких-то еще претензиях, то я категорически не согласен с тем, что сделали из МВД, из которого в октябре я был уволился на пенсию. Я очень не согласен с тем, что делается с МВД. И считаю, что в этом в том числе виновата, безусловно, власть в стране. Ну, а общий уровень коррупции, тут, наверное, и вы знаете. А в Воронеже много таких недовольных, как вы? Достаточно количество у нас с формирующих оргкомитетов. У нас митинг вчера проходил в поддержку сегодняшнего мероприятия. Около 300-500 человек собрал. То есть, ну, конечно, таких вот десятков тысяч, как в Москве, не собирается. У нас достаточно твердый, устойчивый. В Воронеже Путин набрал чуть больше 30%. Извиняюсь, Единая Россия чуть больше 30%. А на президентских выборах около 50%. При том, что по области действительно там больше 60%. Но он не победил в первом туре в Воронеже? В Воронеже в целом победил, в центральном районе не победил. То есть, вот самый центр города, там он не победил. А фальсификации были? В городе нет, скорее, а в области очень много. Молодой человек, вы кричите «Россия без Путина». А почему именно без Путина? Ну, наверное, уже хватит воровать. А вы уверены, что он ворует? Может быть, он просто не знает? Может быть, он хороший, это бояли плохие? Ну, проще под ванночку дурачка косить, наверное, да? Путин лыжи в Акадан! Путин лыжи в Акадан! Путин лыжи в Акадан! Повесился, что не знаю, я что-то не знаю. Позади меня колонна протестующих. Сейчас она двинется вперед по Большой Екиманке к Болотной площади. Там ее и запрут. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Скажите, а почему вы кричите «Россия без Путина»? Вам не нравится, дядя Володя? Я ненавижу Путина! А за что? За то, что он обманывает! Невзирая на провокации со стороны власти, в Москву съехалось огромное количество представителей регионов, которые тоже недовольны тем, что Путин, как форточник, пробрался в Кремль. Здравствуйте, телеканал «Политвестник». Вы прибыли в Москву из Ульяновска? Здравствуйте, да, я приехал из Ульяновска. А что привело вас сюда, в Москву, с протестом? Вторая строчка вот этого плаката «Путин вор». А вы уверены в том, что он действительно вор? Он украл мой голос на моем участке. Я на своем участке испортил бюллетень. В конце подсчета ни одного испорченного бюллетеня не было. Был поразительно большой процент за Путина. Мой голос украли. И только поэтому вы здесь? Ну, они крадут наши дороги. Мы сейчас ехали в Москву на автомобиле. Трасса М5 имеет яму. Мы специально остановились, померили. Полметра? Яма, полметра. А вам не мешали по дороге в Москву? Лично нам повезло. Мы прорвались достаточно хорошо, мы выехали заранее. Но многие, кто ехали четко к шестому часу, их задерживали. Снимали с поездов и так далее, и так далее. Эти проблемы были, они есть. Многие находятся сейчас до сих пор в участках. Вот с той стороны народ, а там власть, это и есть лицо Владимира Путина. Он испугался. Такого количества силовиков в центре Москвы Москва еще не видела. Даже те, кто здесь собрался, а это явные активисты, хотя и не только, утверждают, что такого количества войск они еще не видели. Это война. Собирительные просьбы, не останавливаясь, не мешайте друг другу. Продолжение места проведения за право от проживающего движения. Быстрее! Силы! Толпа скандирует позор-позор, наблюдая кордоны полиции. Они все поняли. Продолжение следует... Перед отъездом накануне в мою машину въехал УАЗик. Собственно говоря, нанесен был большой очень ущерб. И тем самым пытались меня, собственно, не допустить до того, чтобы я принял участие в сегодняшнем марше. Но несмотря на это, я все-таки сюда вырвался. Сегодня нас пытались остановить тоже с утра сотрудники ДПС. Но в итоге мы тоже от них сумели вырваться. И вот добрались до Москвы. И принимаем участие в марше. Не жалеете? Нет. Абсолютно. И вы останетесь здесь? Ну, посмотрим по мере, так сказать, возможности. Кстати, вот информация. Троих человек задержали на вокзале, якобы за драку. И вот они не смогли, к сожалению, выехать из города Иваново. Вот и наш активист. Позор! 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 О, пиздец начался! Ну что? Вентилово! Вообще просто мясо, блин! Вентилово! Вентилово! Позор! 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 У меня ребята тоже хотят сфотографировать! Трусливая власть выкручивает руки простым гражданам. Запомните, именно так в 21 веке выглядит фашизм. Не лайт, фашизм обыкновенный. Протестующих пытаются рассечь на несколько частей, для того, чтобы потом можно было легко локализовать эту толпу. Чего? Позор! 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 За моей спиной не поплавки, это ОМОНовские каски. Правда, пока еще ни один путинский ОМОНовец не пострадал. Фашисты! 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 Приблизительно так будет выглядеть гражданская война, если Путин останется у власти. Козор! Козор! Мне только что сломали микрофон, так что мы будем теперь вести наш репортаж уже без микрофона. Путин уходи! Раз, два, три! Какая бы война ни происходила в стране, а жизнь продолжается и любовь тоже. Продолжение следует... Должение следует... Небольшой палаточный короток протестующим все же удалось распить. Посмотрим, надолго ли. Вот таким образом, став единую сцену, люди защищают разбитый здесь палаточный лагерь. Машисты! 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 Фашисты! 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 . Тестующие пытаются восстановить сломанную палатку, но одной палатки уже нет. Еще одна атака путинского ОМОНа. Их цель сейчас свести палатки. Идите съесть туда! Россия без Путина! С КАОМОНа все прибывают. Такое впечатление, что это не мирный протест граждан, который можно проводить по Конституции, а какой-то ватерлоу. ЧЕЛУЧИК ТРИПИ så té estado все. Но на ГОРЬКУН и пострадавшийся автор В СПОКОЙС. Воздух! 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 Кому нужен бинт? Кому нужен бинт? Вот я правильно сделал, взял с собой бинт. Ну ты как тебя довезут, ты скажи, ладно? Разогнав столь масштабную акцию, Путин наверняка обнаглеет. Другое дело, что в его подсознании всегда будет сидеть мысль, что сидит он на штыке. Пусть задумается об этом после своей инаугурации. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал Политвестник. Прямо извинительנтия Сергеевна Кураска